Всем привет, меня зовут Макс, это канал P-Lounge. Ни для кого не секрет, что работа бэкэндера связана напрямую с базами данных. И, конечно, существует много инструментов, которые облегчают работу с ними. Это различные ORM, например, Django ORM, SQL Alchemy и многие другие. Однако, все равно полезно уметь писать сырые SQL-запросы. Зачем? Ну, потому что сырые SQL-запросы работают быстрее. Зачастую SQL-запрос проще написать сначала сырой, чтобы потом ее перевести на ORM-ный язык. И часто, когда реально большой, реально сложный, огромный запрос, их чаще всего и пишут просто тоже сырыми. Поэтому знать чистый SQL – это очень полезный навык, который может пригодиться в определенный момент. И если ты до сих пор не знаком с языком SQL, то я рекомендую посмотреть ролик Алексея от канала «Диджитализируй по основам языка SQL» по ссылочке в описании или по всплывающей подсказке. Ну, а мы с вами сегодня уже попрактикуемся в написании SQL-запросов. Не будем задерживаться. Погнали! Ну, что ж, опрактиковаться будем мы на сайте SQL-Академии. Здесь можно бесплатно решать задачки по SQL. Также здесь есть бесплатный курс. Есть, конечно, премиум режим со своими какими-то приколами, но абсолютно бесплатного достаточно на 100%. То есть здесь курс и тренажер. Курс – это интерактивные уроки по SQL. Здесь сохватывается очень много тем. Фундаментальные основы, в целом, про базы данных, про типы данных, order, group, агрегатные функции, having, joining, все возможные подзапросы. Даже есть обобщенные табличные выражения, STE, юнионы, кейсы, касты, оконные функции. Очень-очень жирное как бы представление в юхе. И очень много всего. Все уроки представляют из себя небольшое количество теории с основным синтаксисом, с какими-то примерами и с задачками, которые вы можете повыполнять прямо сразу. Читаете здесь довольно подробно. Интересно все сделано и есть небольшие задания в конце каждой темы. Но мы этот материал читать не будем. Мы сразу перейдем в тренажер и порешаем несколько задач. Здесь также можно платно получить сертификат. Но не знаю, сильно ли это нам нужно. Соответственно, все задачи у нас делятся по уровням сложности. Можем отсортировать их по номеру задания, по возрастанию сложности, по убыванию сложности. Мы же будем решать по порядку. Количество вот этих кружочков. Здесь это уже среднее, там есть совсем тяжелые. Здесь довольно много задач, и решать их интересно. Вот эти вот уже с тремя красными задачи здесь полно. 77 задач. Ну и мы с вами немножечко порешаем. Начнем с первой. Самой. На что хочу обратить внимание. Очень удобно. Здесь сразу есть окно ввода. Решение, кстати, задание доступно только премиум пользователям. Но это ладно. Мы сразу здесь можем видеть результат запроса. Мы сразу здесь пишем само наше решение. Видим задачу. И что самое клевое, офигенное и обалденное, это то, что у нас здесь видна схема базы данных. Сейчас ее чуть-чуть пониже пущу, чтобы вебка не закрывала. И мы здесь реально можем ориентироваться на нее. Это очень круто и очень удобно. Можно было бы на каком-нибудь лид-коде порешать, но там таких приклевых плюшек нет. Плюс здесь все на русском, что тоже немаловажно на самом деле. Что ж, первая задача. Вывести имена всех людей, которые есть в базе данных авиакомпании. Поля результирующей таблицы должны быть name. То есть в select должен быть name. Ну смотрим на нашу схему базы данных. Вывести имена всех людей, которые есть в базе авиакомпании. Это база авиакомпании. Люди у нас скорее всего хранятся в таблице passengers. Здесь мы видим два столбца. ID, первичный ключ типа int. Name, типа varchar. И если мы здесь наведем мышку на вот этот знак вопроса, нам будет подсвечено, что это имя и фамилия пассажира. Ну то есть реально настолько клево сделано. Вот список купленных билетов. А пассажиры, купившие билет. Ну это просто великолепно. Ну понятно дело, что это первые самые легкие задачки. Мы сразу и напишем. Здесь даже автокомплит есть. Это идеальная платформа. При учете того, что мне за нее не проплатили. Но это настолько удобно. Я даже когда работал в универе, давал своим студентам на ней решать. Плюс, кстати, ну она бесплатная, это самое главное. Многим моим студентам очень нравилось, они решали. И я еще к этому ролику прикреплю ссылку на бесплатный степик курс по SQL, где тоже куча задач клевых. Вот если вы это все прорешаете, реально очень можно плотно начать шарить в SQL. Ну и что пишем? Первый запрос у нас select. Что нам нужно в результирующем? Нам нужно вывести name. Пишем select name. Обычно какая конвенция? SQL язык не регистрозависимый. Вы можете хоть писать одна букву большая, другая маленькая, большая, маленькая. Ну а все команды принято писать капсом. Название столбцов и остальных вот этих вот штук принято писать в нижнем кейсе. Ну поэтому пишем select name, from. И дальше как у нас называется таблица? Таблица называется passengers. Ну и точку с запятой обычно ставят в конце. Можем перед тем, как отправлять, ну кстати можно еще показать таблицу company, как она выглядит. То есть мы можем здесь сразу глянуть, что у нас в таблице компании хранится, что у нас в таблице пассажиров хранится. Кстати, Bruce Willis есть, если что. У меня нет, кстати. В трипах хранится вот такое вот. Ну и посмотрите, это реально очень круто. Ну и давайте попробуем сначала просто запустить, посмотреть. Ну и все, работает, работает. Все, решили правильно. Едем к следующей задаче. Задание 2. Вывести название всех авиакомпаний. Поля в результате таблицы name. Ну теперь тут уже раз мусоливать, раз усоливать нечего. Авиакомпания таблица у нас лежит. Компания, осуществляющая перелеты. Поэтому мы делаем то же самое. Select name from. И компания у нас, соответственно, компания. И списочки с запятой в виду, как думаете, что будет. А будет правильное решение. Поэтому едем дальше. Как вы поняли, Select у нас просто выводит определенный столбец из определенной таблицы. То есть SQL это декларативный язык. Когда мы фактически описываем то, что мы хотим сделать. Я говорю как бы, да, Select возьми name, name это столбец, from, is, company, из таблицы компании. Ну и мы, кстати, видим все варианты посылов. Кстати говоря, здесь диалект MySQL идет. На самом деле SQL это язык в целом, язык в общем и целом. А есть определенные диалекты. В PostgreSQL свой диалект MySQL, в Oracle тоже свой диалект. Но там плюс-минус базовые синтаксис одинаковые. Есть просто какие-то дополнительные плюшки, функции и так далее. Ну, едем к следующей задаче. Третье. Вывести все рейсы, совершенные из Москвы. Поля в результирующей таблице должны быть звездочкой. Ну, давайте посмотрим, где у нас вообще рейсы. Если мы наведем на TIPS. Расписание рейсов. Значит, рейсы у нас хранятся в табличке TIPS. Она связана у нас с Passenger Place. Ну, у нас здесь, собственно, все таблицы и все данные есть. Давайте глянем на TRIPS. Господи, TRIPS, а не TIPS. И мы видим, если мы сейчас чуть-чуть подрасширим, задание мы чуть-чуть подсожмем. Это все еще легкое. Мы видим, что Town From есть Москва. И нам нужно вывести все рейсы, совершенные из Москвы. То есть, Town From, это Москва. Select. Здесь указано, что поля результирующей звездочка. Звездочка это все поля. Select. From. Соответственно, у нас таблица называется TRIPS. И дальше мы накладываем условия. Где? FromTown. То есть, город, откуда мы приехали. Опять, как это понять? Наводим на FromTown и видим город вылета. Все рейсы, совершенные из Москвы. То есть, город вывода, Москва. Town From. Равно. Ну и, соответственно, как у нас большими написано. Moscow. Never sleep. Все, решение верное. Едем дальше. Четвертая задача. Вывести имена людей, которые заканчиваются на MAN. Поля в результирующей таблице NAME. Ну, мы знаем, что это у нас опять пассажиры. Мы пишем. Select Name from Passengers. И для того, чтобы посмотреть, на что оканчиваются, мы будем использовать такую штуку, как Like. И здесь мы укажем все, что угодно. И заканчивается на MAN. Ну, это своего рода такое регулярное выражение. Где процент — это любое количество символов. Могут быть, могут не быть. Нижняя точечка — это, по-моему, один символ. Насколько мне память не изменяет. Ну, как-то так должно быть, во всяком случае. Парс Error. Потому что я забыл указать столбец, где мы ищем это сопоставление. Вывести столбец NAME из таблицы пассажиров. Теперь условия. Где? В каком столбце у нас? Ищем. В столбце NAME. Где в столбце NAME есть вот такое вот совпадение вот с этим паттерном. Пробуем отправить еще раз. Вот, и теперь сработало. У нас Kid, Man, Rick, Man, Old, Man. Четвертую задачу решили. Едем дальше. Отправилось-то оно? Вроде отправилось. Пятая задача. Вывести количество рейсов, совершенных на самолете Ту-134. И здесь есть вот такая вот штучка для поля в результирующей таблице Count. И здесь есть небольшая подсказка. Используйте конструкцию Ask Count для агрегирующей функции подсчета количества рейсов. Это необходимо для корректной проверки. Если вы вдруг забыли, не знали, вдвойне тяжело, когда не знали, да еще и забыли, вы можете здесь посмотреть какие-то вещи. Подсмотреть. Ну, кстати говоря, здесь есть даже поиск по функциям, очень удобный. И можно посмотреть. Хотя, кстати, странно. Странно, почему-то Count он не находит агрегирующую, а всякие остальные функции он находит. Удивительно. Ну, сомнительно. Но, окей. Ну, в общем, здесь где-то можно в теории будет подсмотреть. Скорее всего, где-то в агрегирующих функциях. Ну, вот, наверное, даже здесь есть. Скорее всего, скорее всего. Avg Count. Возвращает количество записей. И мы можем там разные примеры посмотреть, как ее использовать. Здесь даже вот есть вот такой помощник, с которым мы можем поотвечать. Ну, в общем, платформа дикая, просто вообще лютая, просто. Просто лютая. Значит, еще раз. Мы должны вывести количество рейсов, совершенных на Ту-134. Еще раз заглянем в таблицу рейсов, и мы видим, что здесь есть Plane. Это наш самолет. Plane – это ведь у нас самолет. Модель самолета. Ту-34. Ну, во-первых, мы сначала, грубо говоря, ну, предположим, что мы выведем все самолеты, у которых Plane, вот этот вот Ту-154, в не Plane, а Plane. Plane равно, ну и чтобы, так сказать, не произошло недоразумений, копернем сразу же ее. И здесь теперь смотрите, вот если я сейчас запущу, просто ее отправлять не буду, я вижу, что вывелось все. Теперь я хочу вывести не все, а только количество этих строчек. Сколько их здесь? Четыре мы видим, да? И поэтому я хочу вызвать агрегирующую, агрегатную функцию, как это правильно назвать, Count, чтобы посмотреть количество. И мы увидим, что их четыре. Ответ неправильный, потому что не тот самолет проверяем. Классика. И он неправильный не только поэтому, потому что сейчас я вам покажу еще, почему не засчитает. Видите, в чем прикол? Как называется столбец? Count звездочка. А нас попросили назвать столбец просто Count. Поэтому мы сюда дописываем псевдоним. Псевдоним. Для нашей функции. Для нашего столбца. Теперь, если мы выполним, столбец называется Count. Ответ четыре. Решено правильно. Едем дальше. Шестое задание. Какие компании совершали перелеты на Боинге? Поля в редактирующей таблице Name. Дело становится поинтереснее чудочку, потому что нам теперь нужно совместить две стаблицы между собой. У нас есть связь, где компания имеет связь один ко многим с рейсами. То есть, одна компания может проводить множество рейсов. И теперь нам нужно вывести, какие компании совершали перелеты на Боинге. Поэтому мы должны вывести Select Name from таблица у нас Company. Еще, кстати, часто делают вот так. Чтобы, когда мы будем склеивать несколько таблиц между собой, могут либо быть одинаковые названия, из-за этого будет происходить непонятка. Вот если бы у нас было две таблицы, где есть столбец Name, мы указываем вывести столбец Name. А из какой таблицы мы указываем вывести столбец Name. И поэтому обычно пишут, грубо говоря, следующим образом. Там Company точка столбец. Но чтобы не писать полностью, можно делать вот эти вот алиасы, псевдонимы. То есть, мы выводим имя из таблицы Company. From Company. Но при этом мы сделаем Join. С Join. Да, как бы, с Join мы ее с таблицей TripAs, ну, t назовем ее. Он. По какому принципу мы склеим? Где t Company. Где t Company равно cid. И дальше мы наложим на все это фильтр, который делали перелеты на Боинге. Где у нас получается в таблице TripTplane равно Boeing. Нормально. Неверный ответ. Какие компании совершали перелеты на Боинге? А если мы сделаем вот так? Какие же компании совершали перелеты на Боинге? Абсолютно верное решение. Что я сделал? Функция Distinct. Кстати, интересно, найдет он ее здесь? Ну, это, видимо, база. Он считает, что это настолько база, что ее даже смысла нет искать. Что будет, если убрать Distinct? Вот мы с вами, собственно, видели. Названия компании повторяются. А когда мы указываем Distinct, мы видим, что у нас дубликаты пропали. Вот, соответственно, Air France и British AirBio гоняют у нас на Боингах. Шестая задача готова. Едем дальше. Задача седьмая. Вывести все названия самолетов, на которых можно улететь в Москву. Пока поля в резидурующей таблице Plane. Ну, смотрим, что у нас тут по TripTplane. По нашему названия самолетов, с помощью которых можно улететь в Москву. То есть, Town2, смотрим, город прилета. Соответственно, мы хотим вывести все названия самолетов, Plane. Где город прилета, это Москва. Опять пишем, выбрать Select. Ну, сабдейт, какой сабдейт? Нет. Брат. Селект. Дальше название столбца. Какой мы хотим? Plane. Из какой таблицы мы хотим? Из таблицы TripTrips. И как фильтруем? Не все столбцы, а какие. Где Town2. Town2. Равен у нас Москве. Town2. Москве. Скопернем сообщение, чтобы точно все было хорошо. Проверим. Видим, что у нас опять повторяются одни и те же названия. Мы хотим, чтобы названия не повторялись. Поэтому делаем Distinct. Убираем дублирующиеся, потому что они нам ничем не помогут. Все. Теперь дублирующихся нету. 86, 134, 54. Едем к восьмой задаче. У нее уже две звездочки. Она средняя по сложности. В какие города можно улететь из Парижа и сколько времени это займет? Поля в результирующей таблице. Town2. Flytime. Town2. Из Парижа. То есть в какие города люди летали из Парижа. То есть они вылетели из Парижа, прилетели вот в этот Time2. А Flytime сколько лететь? Используя конструкцию AsFlytime мы выводим необходимое время для корректной проверки. Формат вывода времени HHMMSS. Соответственно, ну будем думать. Открываем опять наш Trip. Смотрим, что у нас есть. Что у нас тут есть? Не вся помещается. А можно ее как-то уменьшить? Ага, можно вот эту сдвинуть. Вау. Вау, вау, вау. Ну вот у нас получается TimeIn, TimeOut. Мы можем посчитать Div по времени. Из вот этих вот штук. Ага. То есть мы хотим. Селектнуть. Таунту. Таунту. Из. Сейчас мы все поступательно будем делать. Из Trip. То есть город прилет из Trip. Да? Где? Город отлета. Таунфром. Равен Пэрис. То есть я хочу вывести города прилета, у которых город отлета был Париж. И теперь нам нужен еще один столбец, который покажет разницу во времени. Разницу во времени. Это необходимо для корректной проверки. Проверка для формата времени. И теперь нам нужно TimeDiv посмотреть, как делается. То есть мы здесь что-то сейчас посчитаем. Назовем этот столбец FlyTime. И здесь мы что-то посчитаем. Как посчитать разницу? Ну вот у нас есть TimeOut и TimeIn. Время вылета, время прилета. Как найти сколько времени нужно, так сказать. Мы вычтем из TimeIn, TimeOut и посмотрим. У нас есть специальная функция, которая называется TimeDiv, TimeStampDiv и DateDiv. Что нам нужно здесь? Хе-хе, ммсс, часы, минуты, секунды. Поэтому нас здесь интересует больше TimeStampDiv. Возвращает разницу между дата или DateTime в конкретные единицы измерения. И здесь даже можно примеры посмотреть, как они используются. Ну давайте глянем. TimeDiv. Вот он указывает часы, минуты, секунды. Это то, что нам как будто бы и надо. При этом мы можем сами здесь задать формат вида. Часы, минуты, секунды. Можем по умолчанию оставить, как вот в примере есть. В каком-то из примеров. Ну вот, как здесь, например, да. Просто две даты и TimeDiv стоит. Он уже в нужном нам формате есть. Ну что ж, давайте делать TimeDiv тогда. Или там TimeStampDiv был. TimeStampDiv, по-моему, да. Ну и что мы сюда передаем? Мы сюда передаем TimeIn и TimeOut. И это мы сделаем красоты ради вот так. Это мы сделаем вот так. Поехали. Парсу, хайф, верен, чек, мануал, тайм. Ага. А что ему не нравится? Что ему не нравится? ErrorPathServerParis1, AdLine1. Так, ну давайте трейсить тогда, думать, что ему не нравится. TimeStampDiv. Вроде бы правильно. TimeStampDiv. TimeStampDiv. Которому нужно вернуть разницу. DataTime1, значение, с которой будет считаться DataTime2. Ну, все правильно. В примерах у нас тоже вроде бы правильно. Давайте еще раз заглянем. Здесь года. Дифаются. А вот в этом примере у нас... Вот в этом примере у нас просто дифалась. Ага. Проблема, наверное... Проблема, наверное... Все. Нам тайм-диф нужно было здесь сделать. Бывает, бывает. Немножечко тупняк. То есть, улететь из Парижа в Ростов можно будет за 3 часа 33 минуты, в Лондон за час. Ну, отлично. Отправим и поедем к девятой задаче. Она снова легкая, кстати. Какие компании организуют перелеты из Владивостока? Компании, которые организуют перелеты из Владивостока. Возвращаемся к нашей схемке. Компании, которые перелеты из Владивостока. Мы уже делали похожий запрос. Мы выводим имя компании. From company. Кстати, видите, мы можем... Ну, просто эксперименты ради. Можем и маленькими буквами писать. Значит, выводим имя компании. From company. Я всегда ставлю алиасы для себя. Дальше. Мы должны посмотреть, где город... Town from равен Владивостоку. Он равен таблице трипов. А они связаны. Значит, мы должны join, то есть приклеить... Склеить сюда. То есть, фактически, мы когда делаем join, у нас получается вот такая вот байда, фактически. Ну, вот такая. Когда мы две их склеиваем по вот этому столбцу. То есть, у нас вот этот ID совпадает вот с этой компанией. И дальше мы просто выведем строчки компании, у которых town from Владивосток. То есть, мы join'им ее стрипом. Называем ее как T. По какому полю мы join'им? У нас что здесь совпадает? На что вот эта связь идет? Company совпадает с ID. То есть, trip. Ну, можно T. Company равно S ID. И теперь это все дело надо фильтрануть. Фильтрануть по тому, что town from... Town from должен быть равен Владивосток. 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 Что-то ему не нравится. T Company равен C ID. Select as name from company as C join trip. От AST. On T Company. По идее, вот так. Все совершенно верно. Мы поехали к 10-й задаче. Она тоже у нас средненькая. Вывести вылеты, совершенные с 10 часов по 14 часов 1 января 1900 года. Поля в результивной таблице звездочка. То есть, это у нас опять trip. Сейчас мы покажем наш trip. Тимп поля вылеты, совершенные с 10 часов по 14 часов 1 января 1900 года. Отлично. Значит, делаем select звездочка. From. From таблица у нас trip. И мы это все дело фильтруем. По какому столбцу? Вылеты, совершенные. С. То есть, time out. Когда вылет был совершен. Time out. Ну и мы вот такую нестыдную функцию выполним. Between, которая говорит от и до. Ну и давайте смотреть. От 10 часов по 14 часов 1 января 1900. 1 января это 0,1. 0,1. Потом дальше у нас как часы идут. Он задает T. Сколько часов? 10. 0,0. 0,0. По какое время? По время 10 часов. По 14 часов. По 14 часов. Возможно, конечно, я с форматами что-то намудрил. Скорее всего, так и есть. Скорее всего, так и есть. Может, вот так просто. Здесь что-то с форматами данных. Ну, давайте. Вот так. Копернем, чтобы точно было правильно. С 1.1.14 только 0,0. А здесь аналогично. Копернем только с 10. Чтобы форматы дат точно совпадали. Так. Только с 10. С 10. Пробуем. Ищу. Все равно какая-то ошибка в третьей строке. Все равно какая-то ошибка в третьей строке. Возможно, неправильно задаю диапазоны, кстати. Ну, давайте глянем. Between. SQL. Не стыдно, не стыдно и подсмотреть. За интернет получу. Для чего? Чтобы не подсматривать, что ли? Да нет. Смотрим, смотрим. Between. А! Between задается диапазонами от до. Все понятно. Все понятно. Я безнадежен. Между вот этой и вот этой. Нормально, нормально. Все равно parse error. Да что ж такое. Кавычку забыл, удалил случайно. Все, заработало. Заработало. Всего-то надо было подсмотреть. Десятая задача готова. У нас получается вот такие вот рейсы есть с 10 часов по 14 в январе. Ну, вот такая вот средненькая задачка. Мы ее решили. Вот. И следующая одиннадцатая задачка, которую мы попробуем, наверное, порешать уже в следующий раз. Мы, в принципе, решили 10 задач. Здесь попадались и легкие, и средние сложности. В целом, немножечко пробежались по функционалу SQL Academy. Здесь еще есть, кстати, песочница. и есть еще в ней справочник. Песочница – это когда ты можешь просто любые запросы здесь потыкать, попробовать. А справочник – это справочник по основным функциям, тот, который он вот тут, собственно. Он тут не только по функ... Ну, в основном, да, по функциям, которые также в быстром поиске есть. Ну, а в премиуме что у нас? Доступ к решенным задачам и сертификат есть. То есть, абсолютно можно спокойно пользоваться этой платформой. Я здесь вот так статус поставлю решенную. Вот 10 штук мы решили, нерешенных у нас еще тоже довольно много осталось. Если формат понравился и был интересен, то поддержи, напиши комментарий. Если вы хотите еще серию, где мы решаем SQL Academy, то дайте знать, чтобы я понимал, что этот формат интересен. Я продолжал. Ссылочку на SQL Academy, на интересный курсик по настейпике я оставлю в описании ролика, а вы оставляйте фидбэк. А если это видео было полезным, то обязательно оставляй лайк, подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями, а также не забывай про группу ВКонтакте. Там куча всего полезного, интересного, связанного с Python, с программированием в целом, а также Telegram канал. Там тоже много, много, много лайвок, каких-то подсказок, шарпаргалок, ссылок, интересных материалов, которые я выкладываю. Есть даже какой-то лайв. В общем, все то, что не попадает на YouTube или во ВКонтакте. Подключайся к нам, будь на связи, а мы с тобой увидимся уже в следующем видео. Пока!